В данном видеоуроке мы свяжем ebay аккаунт и paypal аккаунт в единое целое. По большому счету весь это не особо нужно и привязка осуществится автоматически при первой покупке на ebay однако есть мелкие детали из которых лучше это сделать вручную и перед началом покупок так например если мы будем участвовать в оживленных торгах за определенный лот система ebay может просто напросто не принять нашу ставку это бывает в том случае если продавец данного лота принимает оплату исключительно через систему paypal поэтому давайте свяжем наши два аккаунта в единое целое еще до начала покупок для этого заходим на ebay.com и входим в систему используя свои данные затем заходим в настройки аккаунта и спускаемся вниз и жмем по кнопке link my paypal аккаунт после этого нам необходимо ввести наш email адрес и пароль который мы использовали для регистрации на paypal мы видим что привязка счетов была успешно выполнена и для того чтобы завершить данный процесс нам необходимо нажать на кнопку возврата на ebay мы вновь оказались в нашем аккаунте ebay и если мы спустимся чуть ниже и посмотрим информацию о нашем paypal аккаунте то увидим что paypal аккаунт был успешно привязан здесь отображаются некоторые символы из нашего email адреса что ж на этом все мы связали два наших аккаунта и теперь полностью готовы к покупкам на ebay знакомство с сайтом в данном видеоролике мы познакомимся с интерфейсом сайта ebay и проведем небольшую обзорную экскурсию мы рассмотрим основные элементы сайта и я расскажу о том какой элемент за что отвечает все таки сайт представлен на английском языке далеко не все могут похвастаться хорошим знанием данного языка поэтому на мой взгляд будет полезно услышать русские комментарии что уж поехали будем разбирать сайт сверху вниз самая верхняя строка содержит кнопки для входа на сайт а также в личный кабинет отсюда же мы сразу можем зайти в любой раздел личного кабинета также здесь присутствует корзина в которой мы можем накладывать различные товары чуть ниже располагается строка поиска это самый нужный элемент который мы будем пользоваться чаще всего тут же рядом со строкой поиска можно выбрать категорию то есть тот раздел по которому следует выполнять поиск после категория поиска идут обычной категории то есть если нас не интересуют конкретные модели какого либо товара мы можем просто полазить по нужной категории и посмотреть все доступные товары дальше идет огромный баннер который содержит себе акции если мы перейдем на первую страницу баннера то увидим предложение дня те товары на которые установлена скидка только сегодня обновляется данный список каждый день поэтому обращайте на него внимание иногда здесь мелькают действительно полезные товары после этого баннера идут последние просмотренные товары. Затем последние поисковые запросы. При желании мы можем их удалить. Чуть ниже от истории поисковых запросов идут те товары, которые похожи на последние просмотренные. В моем случае последний просмотренный товар это планшет, поэтому в нижнем списке отображаются те товары, которые схожи по цене и функционалу. Теперь перейдем в личный кабинет, воспользовавшись кнопкой My eBay. В самом верху личного кабинета располагается наш логин, а также количество отзывов в скобках. Отзывы мы получаем от продавцов, а также от покупателей в том случае, если мы сами что-то продаем. Рядом с нашим логином также присутствует маленький значок. Он означает нового участника eBay. Чуть ниже располагаются три вкладки. Activity, Messages и Account. Большую часть времени мы будем использовать вкладку Activity. Давайте посмотрим, какие разделы входят в данную вкладку. Первый раздел Buy. Здесь отображаются те торги, в которых мы участвуем. Дальше идет раздел List. Сюда мы можем сохранять те товары, которые нам интересны, но мы пока не готовы их купить. Дальше у нас идут сохраненные поиски, сохраненные продавцы, а также история покупок. И в самом низу располагается раздел продажи, но он нам не понадобится. Как вы заметили, я не рассказываю о каждом пункте подробно, так как почти обо всех этих разделах мы будем говорить в отдельном видеоуроке. Сейчас я просто хочу показать вам, где что находится. В центре личного кабинета будет располагаться наша история покупок. Она будет отображаться здесь в том случае, если мы будем заходить в личный кабинет, используя кнопку My eBay. Когда мы щелкаем по ней, автоматически выполняется вход в раздел Summary. В данном разделе отображается вся информация о действиях нашего аккаунта. Здесь будет отображаться история наших покупок, сохраненные товары и так далее. Вы все это увидите на живом примере, когда мы начнем совершать покупки на eBay. Теперь что касается следующей вкладки Messages. Как понятно из названия, данный раздел служит для обмена сообщениями. Переписываться можно со всеми участниками интернет-аукциона, будь то продавцы или покупатели. Вы можете написать продавцу и уточнить какие-то сведения о товаре, либо написать покупателю и узнать о качестве приобретенного им товара. Также сразу хочу предупредить вас, чтобы вы старались ввести переписку именно на сайте eBay. Если у вас возникают какие-то споры с продавцом, то при разбирательстве будет использоваться именно переписка на eBay. Если вы будете ругаться с продавцом, используя его личный email, то eBay не примет такую переписку в качестве доказательства. Здесь у нас отображаются входящие сообщения, отправленные, корзина и архив. То есть все как в обычной почте. Здесь, как вы уже поняли, располагаются те письма, которые находятся в том или ином разделе. Для того, чтобы ответить на письмо, просто открываем его, спускаемся вниз и нажимаем на кнопку репли. Также частенько в письмо встраивают специальную кнопку для ответа. Что ж, на этом можно закругляться. Я показал вам основные элементы сайта, для того, чтобы у вас было примерное представление, где что располагается. Поиск товара и применение фильтров. В данном видеоуроке мы научимся пользоваться поиском по eBay. Это, пожалуй, вообще самое важное умение. Если мы не сможем найти товары, то, естественно, и купить тоже их не сможем. В данном видеоуроке мы будем находить товары, используя строку поиска. Мы поговорим о том, как правильно составлять запросы, как применять фильтры и на что обращать внимание при сортировке товара. Что ж, поехали. Первое, что нам нужно сделать, это составить запрос для поиска. То есть ввести название товара, который нам нужен. Вводить его необходимо, естественно, на английском языке. Но как узнать название нужного товара на английском? Все верно, нам помогут онлайн-переводчики. Конечно, если вы знаете точную модель искомого товара, то вбивайте именно ее. Если вы знаете, что вам, к примеру, нужна клавиатура Logitech G110, то так и пишите. Но если вы не ищете какую-то конкретную модель, а вам интересна какая-либо категория в целом, то необходимо ввести ее название на английском. Допустим, нас интересуют наручные часы. И первый вопрос, который вы себе задаете, как будут часы по-английски? Чтобы ответить на него, переходим на сайт переводчика и вводим необходимый запрос. Часы. Я рекомендую использовать максимально общее название товара. Если вы хотите черные часы с белым обрамлением и на батареечках, не стоит писать об этом в переводчике. Укажите только вид товара, который вам нужен. В данном случае часы. В последующем мы будем уменьшать результаты поиска, используя фильтры. Там мы и укажем, какие нам нужны часы, какого цвета, от какого производителя и так далее. При переводе слов обращайте внимание на дополнительные варианты перевода. Если вам не удастся найти нужный товар, используя основное слово, то вы можете попробовать сделать это по остальным словам. Что ж, копируем слово с переводом, переходим на ebay.com и вставляем в строку поиска. После чего нажимаем на кнопку Search. Перед нами появятся страницы с результатами поиска. Прежде чем начинать сортировку, я расскажу о расположении элементов. Здесь располагаются популярные поисковые запросы. Чуть ниже количество найденных результатов по нашему запросу. Чуть ниже мы видим три вкладки. Мы можем выбрать те лоты, для получения которых необходимо участвовать в Аукционе, либо те лоты, которые можно купить прямо сейчас. То есть не участвуя ни в каких аукционах, мы просто платим и нам дают товар. Сейчас мы будем рассматривать только лоты Buy It Now, то есть покупка сейчас. Об аукционах мы будем говорить в отдельной главе. Чуть ниже мы можем выбрать вид результата поиска. На мой взгляд первый вариант более удобный. Затем идет очень важный пункт. Сортировка лотов. Рассмотрим те варианты, которые нам предлагаются. Первый пункт Best Match, то есть лучшее предложение. В этом случае должны отображаться только лучшие продавцы с хорошим рейтингом, описанием, ценой и так далее. Но на деле в данном списке далеко не всегда отображаются хорошие товары. Лично я почти никогда не использую такую сортировку. Второй пункт больше важен для аукционов. Выводить только те лоты, торги на которые уже заканчиваются. Затем идет сортировка по дате, то есть вводить сначала новые, а потом уже старые аукционы. Дальше идет самое интересное. Price Plus Shipping Lowest First. Звучит это примерно так. Сортировка от самой низкой к самой высокой цене с учетом цены на товар плюс доставки. То есть в этом случае суммируется цена на товар плюс цена на доставку и на основе этих цифр составляется список от самого дешевого товара к самому дорогому. Следующий пункт все наоборот. Цена на товар плюс доставка сначала самое дорогое, а потом уже самое дешевое. И последний пункт. Сортировка от самой высокой цены к самой низкой. Из данного списка я естественно советую выбирать пункт Price Plus Shipping Lowest First. В этом случае можно найти действительно самые дешевые товары с учетом доставки. После того как мы разобрались с сортировкой товара, пришло время применять фильтры. Они располагаются в левой части окна. Фильтры могут быть самыми разными. Наверняка первое время некоторые элементы вам будут просто непонятны. Но за это можете не переживать. В приложении к данному курсу я привожу все расшифровки. Например, в разделе Condition может быть такой пункт как Refablished. Refablished означает то, что товар был с каким-то браком или полопками, и все они были исправлены на официальном заводе. То есть это не БУ вещи, это новые вещи, которые были бракованы и в последующем исправлены с самими производителями. Но, как я уже сказал, все эти расшифровки идут вместе с курсом. Поэтому если вам что-то непонятно, то сразу обращайтесь к справочнику. Применяя фильтры, мы можем использовать переводчик. Давайте так и поступим и переведем данную страничку. Теперь давайте научимся пользоваться фильтрами. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать категорию нашего товара. Для нас это часы. Как вы видите, страничка обновляется, и ее снова приходится переводить. В этом плане Google Chrome очень удобен, потому что он делает это автоматически. Следующий фильтр, который мы применим, это наручные часы. Затем мы можем указать марку, если нас интересует какая-то конкретная. В этом случае, конечно, лучше отключать переводчик, так как сами бренды не нуждаются в переводе. Давайте выберем Кассио. Затем задарим дополнительные параметры. Для кого предназначены часы, какое у них должно быть состояние и так далее. Допустим, нас интересуют мужские часы. А также мы хотим, чтобы наши часы были новые. Как вы видите, в разделе «Состояние» появилось много новых пунктов. Давайте пройдемся по порядку, и я расскажу, что означает тот или иной элемент. Первый пункт — новые часы с бирочками, наклеечками, коробками и так далее. То есть все как в магазине. Второй пункт — это новые вещи, но без каких-то этикеток, упаковок и так далее. Если вас это не смущает, можете выбрать этот вариант, и, естественно, цена будет ниже. Затем у нас идут новые вещи с какими-то дефектами, бэушные вещи и так далее. Поначалу все это может казаться вам каким-то очень сложным, но на самом деле все просто. В первое время из-за обилия терминов бывает некая каша в голове. Все это очень скоро пройдет. В данном уроке мы не будем выбирать какой-то конкретный товар. Наша задача — научиться составлять поисковые запросы, а также работать с фильтрами. В следующем уроке мы быстренько все это повторим, и уже приступим непосредственно к самому выбору товара. Сейчас главное — научиться работать с фильтрами. Давайте для закрепления результата выберем еще несколько фильтров. К примеру, нас интересуют только те часы, которые представлены в упаковке. Затем выберем часы в спортивном стиле. И, допустим, нас интересуют только титановые часы. А также мы хотим, чтобы они были аналоговые. Как вы видите, применение фильтров позволяет найти тот товар, который вам нужен. Главное — грамотно ими пользоваться и не стесняться использовать переводчик. Поиск лучшего предложения Что же, дорогие друзья, мы продолжаем изучение интернет-аукциона eBay, и сейчас мы научимся находить лучшее предложение. Я расскажу о том, на что обязательно необходимо обращать внимание перед покупкой, для того, чтобы купить хороший товар по низкой цене и при этом не получить никаких проблем. Информации будет достаточно много, поэтому приготовьтесь запоминать, а может быть и записывать какие-то вещи. Что ж, поехали. Как я и говорил в прошлом видео, перед тем, как выбирать лучшее предложение, мы еще раз быстренько повторим работу с фильтрами. Но в этот раз мы будем искать конкретный товар, а именно наушники Monster. Вводим название модели в поисковую строку, и нажимаем на кнопку Search. Теперь поработаем с фильтрами. В нашем случае не так много результатов, поэтому совершенно необязательно использовать все доступные фильтры. Первое, что мы делаем, выделяем тот товар, который можно купить прямо сейчас. Для этого выделяем вкладку Buy It Now. Затем указываем состояние товара. Меня интересуют только новые наушники. Затем проверяем, правильно ли у нас установлена сортировка товаров. Как вы помните, самый оптимальный вариант – это Price Plus Shipping Lowest First. Мы видим, что по нашему запросу найдено только 46 результатов, поэтому можно отсортировать результаты поиска вручную, не прибегая к дополнительным фильтрам. Об этом, кстати, тоже всегда следует помнить. Если результатов не так много, а среди фильтров остались только непонятные разделы, то имеет смысл прошерстить результаты поиска вручную. Давайте так и постоим. Как мы видим, здесь у нас выводятся насадки для наушников. Нам это неинтересно, поэтому спускаемся ниже, к более дорогим товарам. Тут мы уже видим нужные нам товары. Теперь пара слов о поисковой выдаче. Здесь у нас отображается фотография товара, тут его название, а вот этот значок указывает на то, что лот был выставлен недавно. Дальше мы видим непонятную эмблему Top Rated Seller. Такой значок указывает на продавца с высоким уровнем доверия. То есть, если вы видите продавца с таким значком, то это уже некий гарант, что вас не обманут. На практике совершенно не обязательно покупать товары только у Top Rated Seller. То есть, это совершенно не означает, что все остальные продавцы какие-то мошенники, воры и так далее. О добросовестности продавца можно узнать по многим другим причинам, но об этом мы поговорим чуточку позже. Дальше у нас идет тип покупки. В нашем случае это Buy It Now. То есть, покупка товара прямо сейчас, не участвуя в аукционе. Что такое Best Off'а, я расскажу чуть позже. Этому будет посвящен отдельный урок. Дальше у нас идет цена товара, а также время, оставшееся до удаления данного лота. Что ж, теперь можно приступить к изучению самих лотов. Начнем с самого дешевого. Самое первое, на что мы смотрим, это рейтинг продавца. Он отображается в правой части. Здесь указано имя продавца, а также количество отзывов в скобках. Чуть ниже находится самый важный параметр. Процент позитивных отзывов. В нашем случае это 100%. То есть, данный продавец продал по меньшей мере 1110 товаров и получил 100% позитивных отзывов. Это весьма хороший результат, который можно встретить далеко не всегда. Конечно, если количество отзывов было около 10, а рейтинг 100%, то цена ему не велика. Однако, если человек продал достаточно много товаров и при этом сохраняет хороший рейтинг, это говорит о многом. Я советую покупать продавцов с рейтингом не меньше 99%. Но опять же, не могу сказать, что это какое-то железное правило, которому всегда необходимо следовать. Бывают такие случаи, когда человек продает какие-то мелкие товары, вроде фонариков, брелков и так далее. Естественно, все эти вещи очень дешевые и продаются очень хорошо. В этом случае у продавца может быть несколько сотен тысяч отзывов и при этом процент позитивных всего лишь 97. Однако, при таком количестве продаж, такой показатель очень и очень хороший. Поэтому всегда смотрите на то, что человек продает и делайте соответствующие выводы. Что ж, с рейтингом все понятно, мы к нему вернемся чуточку позже. А сейчас давайте посмотрим в целом, что из себя представляет страница с лотом. Сразу под названием товара указано его состояние. В нашем случае new, то есть новый. Затем у нас указано время, в течение которого лот будет актуален. Затем мы можем указать то количество товара, которое хотим приобрести. В данном случае доступны только одни наушники и три уже проданы. Затем у нас идет цена, кнопки для покупки. Затем у нас идут условия доставки, включая стоимость. Ниже мы видим расположение товара, то есть то место, где он сейчас находится. Еще ниже указаны те стороны, куда доставляется товар. В нашем случае worldwide, то есть по всему миру. Дальше мы видим способ оплаты, в данном случае PayPal. Кстати говоря, я советую оплачивать покупки только PayPal. Во-первых, это весьма безопасно, а во-вторых, если возникнут какие-то проблемы, это вам здорово поможет. Но должен отметить, что за все время использования eBay у меня не возникало никаких проблем. То есть меня никто не обманывал, не вытаскивал из посылок товары, не кидал на деньги и так далее. Просто перед покупкой необходимо смотреть на то, у кого ты покупаешь товар. Также не забывайте обращать внимание на фотографии товара. Они также могут рассказать нам о многом. Например, многие начинающие продавцы, когда фотографируют товар, рядом прикладывают бумажку со своим логином, тем самым подтверждая, что товар у них действительно есть, и они готовы его переслать. Также, если у вас есть какие-то вопросы по фотографиям, то можете написать напрямую продавцу. Что же, спускаемся чуть ниже и смотрим, что у нас там. А здесь у нас две вкладки. Первое – описание товара, а второе – доставка и оплата. Начнем с первой, то есть с описания. Здесь у нас краткое резюме товара, состояние, бренд, модель и так далее. Затем идет непосредственно само описание. Хочу вас сразу предупредить. Прежде чем задавать какие-либо вопросы продавцу, внимательно изучите описание. Как правило, 90% вопросов здесь уже описаны. Если у вас есть вопросы насчет оригинальности товара, насчет того, вскрывали товар или нет, либо что-то подобное, то, как правило, ответы на них вы можете найти в описании. Например, здесь написано, что товар оригинальный, новый и никогда не открывался. Естественно, при изучении описания не стоит забывать про наш чудо-переводчик. Но в случае с Google Chrome есть небольшие проблемы. Он далеко не всегда переводит описание. Давайте попробуем перевести данную страничку. Как мы видим, страница перевелась, но описание осталось на английском. Что делать в этом случае? Мы можем выделить весь текст описания и вставить его в переводчик. Либо скопировать ссылку на данную страницу, перейти на сайт translate.ru, выбрать категорию онлайн покупки, после чего вставить ссылку. И нажать на кнопку перевести. Сервис автоматически переведет данную страницу вместе с описанием. Давайте посмотрим, так ли это. Спускаемся чуть ниже. И видим, что описание теперь на русском языке. Конечно, качество перевода оставляет желать лучшего, но примерное представление о товаре мы можем получить. В любом случае, если у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда можете связаться с продавцом. Закрываем данную страничку и переходим обратно. После изучения описания переходим в другую вкладку, а именно доставка и оплата. Давайте переведем страницу обратно на английский язык и посмотрим, что у нас здесь находится. Здесь мы видим место расположения товара, а также страны, куда он доставляется. В нашем случае Российская Федерация выбрана автоматически. Доставка сюда будет стоить 30 долларов. При этом для пересылки будет использоваться фирма USPS. Подробнее о способах и сроках доставки мы будем говорить в отдельном разделе. Дальше у нас идет время упаковки. Мы видим, что наш товар будет упакован и отправлен в течение одного рабочего дня. Затем у нас идут правила возврата, способ оплаты и так далее. О возвратах мы также будем говорить отдельно. Что ж, примерная картина того, на что следует обращать внимание при покупке, у нас уже выстроилась. Но это еще не все. Теперь обратно вернемся к нашему продавцу и побольше узнаем о нем. Для этого щелкаем по имени продавца. Тут мы можем найти всю информацию о продавце. Здесь у нас представлен небольшой рейтинг. Первый пункт – описание товара. То, насколько описание соответствует действительности. Затем идет пункт Communication. То есть как продавец общался, как быстро отвечал на вопросы и так далее. Следующий показатель – время доставки. Shipping time. Тут все и так понятно. Как люди оценивают скорость доставки. И последнее – цены на доставку и упаковку. Как мы видим, рейтинг у данного продавца безупречный, и ему можно доверять. Теперь поговорим о более мелких деталях, на которые желательно обращать внимание. Например, если мы хотим приобрести наушники у данного продавца, то желательно найти отзывы тех людей, которые уже приобрели у него именно эти наушники. И посмотреть, что они написали. Для этого нажимаем на количество отзывов. Здесь мы видим все отзывы, которые получал данный продавец. Также здесь представлена небольшая статистика. Например, за последние полгода продавец получил 791 положительных отзывов и 0 нейтральных и негативных. Ниже мы можем найти сами отзывы. Например, здесь человек покупал у данного продавца галстук и остался доволен. Покупал он его за 26 долларов. Здесь же мы можем посмотреть на сам товар. Кстати говоря, это также может немного насторожить. Если человек все время торгует галстуками и вдруг среди его лотов появились наушники, это немного странно. Хотя я почти уверен, что в случае с данным продавцом проблем никаких не будет. Но вообще желательно пролистать отзывы и найти хотя бы парочку от тех людей, которые заказывали точно такой же товар. Как вы видите, деталей, на которые следует обращать внимание перед покупкой, очень и очень много. Возможно, сейчас вам кажется это каким-то сложным, но в действительности это просто дело привычки. После того, как вы освоитесь на eBay, вы сможете оценивать продавца буквально за 10-20 секунд. После того, как вы изучили отзывы, описание, способ доставки, цену и так далее, если вас все устраивает, то вы можете принять решение о заказе данного товара. Если же вам что-то не понравилось, может быть высокая цена или плохой рейтинг продавца, то обратно возвращаемся в поисковую выдачу и проверяем следующий лот. Вот таким образом и происходит отбор лучшего предложения. Я советую зайти сейчас на ebay.com и проверить по всем параметрам хотя бы несколько лотов. Изучить продавца, описание, способ доставки и так далее. Но в любом случае не переживайте, если вам что-то непонятно. Мы еще раз все повторим, когда я буду показывать пример настоящей покупки. Поиск товара через каталог В данном видеоуроке мы научимся работать с каталогом товаров ebay.com Если в прошлый раз для поиска товаров мы использовали поисковую строку, то сейчас мы будем знакомиться с каталогом всех товаров. Это бывает особенно полезно, когда вы не ищете какую-то конкретную модель товара, а хотите просто ознакомиться с товарами в определенной категории. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Каталог товаров представлен сразу под логотипом ebay. Он объединяет в себя все товары, которые можно найти на данном сайте. В какой-то степени поиск по каталогу даже сложнее, чем обычный поиск, так как надо понимать, в каком разделе может находиться тот или иной товар. В конце данного урока я расскажу о том, как можно быстро находить раздел с нужным товаром. Что ж, давайте начинать. Переведем данную страничку и попробуем найти нужный товар. К примеру, мы хотим найти шариковую ручку. Давайте подумаем, в какой категории она может храниться. Это может быть либо мода, так как здесь присутствуют мужские аксессуары, либо коллекционирование. Перед записей урока я уже подглядел, где находится нужный нам товар, поэтому не буду вас мучить и сразу перейдем в раздел коллекционирования. Здесь также переходим в раздел коллекционирования, после чего ищем раздел, содержащий ручки. Нужный раздел можно выбрать как меню слева, так и перемещаясь по данной странице. Как вы видите, разделов очень и очень много, и запутаться в них можно в два счета. В этом плане поисковые запросы куда более эффективнее. Если мне не изменяет память, наш раздел находится где-то в самом низу. Так и есть, вот он, ручки и пишущие инструменты. Выбираем нужную подкатегорию, в нашем случае это ручки. После чего попадаем на уже привычную нам страницу с фильтрами. Включаем переводчик и начинаем сортировку. Но, как всегда, бывает отказываться с переводом. Например, здесь у нас есть две категории. Ручки шариковые и шариковая ручка. Как это понимать? Очень просто. Если в первом случае исходный перевод это Ballpoint Pens, то во втором случае это Roller Ball Pens. Это разные типы ручек, поэтому иногда бывает полезно смотреть исходный текст. Выбираем любую категорию. Например, мне больше интересны роллеры. Выбираем состояние, бренд и так далее. Также никогда не стоит забывать про сортировку товара. Как вы помните, наш любимый пункт это Price Plus Shipping Lowest First. Что ж, я думаю, смысл понятен. Находим нужную категорию, а там уже все по старому сценарию. В конце урока я обещал рассказать, как быстро находить нужные категории. Все очень просто. К примеру, нам нужна категория с кошельками. В этом случае мы вспоминаем какой-нибудь крупный бренд, который занимается производством кошельков, и вводим его в поисковую строку. После чего щелкаем кнопку поиска. Затем применяем необходимые фильтры. В моем случае это мужские аксессуары. И под категорию кошельки. Теперь мы открываем любой лот. И видим, что в самом верху отображается категория данного товара. В данном случае кошельки. Щелкаем по ней. И попадаем в категорию, которая содержит все кошельки, всех производителей, всех ценовых категорий и так далее. То есть попадаем в тот раздел, где располагаются все кошельки. Как вы видите, ничего сложного в этом нет. Но на мой взгляд, поисковые запросы все же более эффективны, поэтому следует пользоваться именно ими. Сохранение поиска. В данном видеоуроке мы поговорим о функции сохранения поиска. eBay позволяет сохранять ваши поисковые запросы с указанием всех параметров. Допустим, мы ищем какой-то товар, забили кучу различных фильтров для поиска, но вдруг нам надо куда-то убегать и приходится все это дело закрывать. В последующем нам опять приходится вводить название товара, задавать различные фильтры и так далее и тому подобное. Для того, чтобы избежать этого, мы можем воспользоваться функцией сохранения поиска. Также данная функция бывает очень полезна, когда мы ищем какие-то редкие товары, так как она позволяет сообщать о всех новых поступлениях на ваш e-mail адрес. К примеру, мы ищем какой-то очень редкий мобильный телефон и на весь eBay всего два таких лота. Они нас не устраивают по каким-то параметрам и мы не готовы их приобрести. Что мы делаем? Мы сохраняем историю поиска и ставим галочку «Сообщать о новых поступлениях». Теперь, если появится новый товар с таким же названием, то нас сразу же оповестят об этом на e-mail. Давайте рассмотрим, как это работает на практике. Допустим, нам нужны какие-то наушники. Выделяем строку поиска и пишем «Headphones». Выбираем необходимые категории «Портативное аудио» и «Наушники». Затем категория «Наушники». Выбираем любого производителя. Указываем какой-нибудь ценовой диапазон. Ну и так далее. То есть задаем те параметры, которые нас интересуют. Итак, вот я пробрался через все необходимые фильтры и получил 11 результатов. Для того, чтобы сохранить данный поиск со всеми параметрами, нажимаем на кнопку «Save Search». После этого указываем название этого поиска и ставим галочку «Каждый день присылать мне на e-mail новые товары». То есть, если появятся те товары, которые отвечают всем нашим фильтрам, об этом нам сообщат на e-mail. Для сохранения поиска нажимаем на кнопку «Save». Вот и все. Поиск сохранен. Как теперь его найти? Переходим в раздел «My eBay» и выбираем пункт «Saved Search». Здесь отображается наш сохраненный поиск. Для того, чтобы вернуться к этому поиску, просто щелкаем по нему. Как видите, ничего сложного. Маленькая, но очень полезная функция. Я советую вам взять ее на вооружение. Как поторговаться с продавцом? В данном видеороке мы разберем одну интересную функцию под названием «Make Offer» или, как ее еще называют, «Best Offer». Это одно и то же. Из дословного перевода «Best Offer» означает «лучшее предложение». С ее помощью мы можем поторговаться с продавцом и купить тот или иной товар немножечко дешевле установленной цены. Каждый продавец выбирает сам, ставить данную функцию на лот или не ставить. Для начала давайте научимся находить лоты, у которых присутствует данная функция. Для этого пролистываем поисковую выдачу и ищем словосочетание «Best Offer». Она располагается под словами «Buy it now». Давайте поищем такие лоты. Например, вот. Если товар нам интересен, то открываем данный лот. Как мы видим, помимо стандартных кнопок покупки, есть дополнительная кнопочка «Make Offer». С ее помощью мы можем предложить продавцу ту цену, которую готовы заплатить за данный товар. Естественно, прежде чем предлагать какие-то цены, необходимо подробно изучить лот и понять, что он нам действительно нужен. Изучить описание продавца, способ доставки и так далее. Также сразу должен вас предупредить, что функция «Make Offer» не игрушка. Прежде чем делать какое-либо предложение, помните о двух вещах. Первое. Всего можно сделать три предложения своей цены. Если продавец отклонится три, то вы сможете приобрести данный лот только по фиксированной цене. И второе. Если продавец принял ваше предложение, то вы обязаны оплатить лот. Так как предлагая свою цену, вы обязуете, что купите товар, если вашу цену одобрят. Что будет, если вы предложили цену, продавец ее одобрил, но вы не оплатили товар? Будет страйк, то есть предупреждение. Три страйка, и ваш аккаунт заблокируют. Поэтому прежде чем предлагать какую-либо цену, подробно изучите лот, и если вас все устраивает, то можете попытать счастье. Я не советую ставить какие-то смешные цифры и злить продавца. Например, если эти часы стоят 122 доллара, не стоит предлагать цену 20 долларов. Если продавец не установил минимальный порог цены, то ваше предложение придет к нему лично. Я думаю, ему будет не очень приятно смотреть на то, что его товар хотят купить в 6 раз дешевле. Что же касается минимальной цены, как правило, она все-таки присутствует. Включая функцию MyCoffer, продавец устанавливает какой-то минимальный порог, ниже которого предложения вообще не принимаются. Например, если у этих часов минимальный порог 100 долларов, то при предложении купить эти часы за 80 долларов, вам будет автоматически отказано. Если же вы предложите в качестве цены 101 доллар, то продавец получит сообщение об этом и примет решение, принимать вашу цену или нет. У продавца есть на это 48 часов. На самом деле функция очень полезная, и я ей периодически пользуюсь. Действительно, почему бы не попробовать поторговаться? Наглеть, конечно, не стоит, но 10-20 долларов легко можно скинуть. Все зависит от цены на товар и его востребованности. То же, давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем на кнопку Make Offer, затем вводим свое предложение, и нажимаем на кнопку Review Offer, то есть рассмотреть предложение. Также, при желании вы можете добавить сообщение для продавца. В следующем окошке подтверждаете ваше предложение и ждете ответа продавца. Если вы предложите цену, которая ниже минимального порога, то отказ придет сразу же. В том случае, если продавец примет или отклонит ваше предложение, вы получите сообщение в личный кабинет. Соответственно, в том случае, если вам отказали, у вас еще есть две попытки. Если же ваше предложение принято, то в сообщении будет находиться кнопка для оплаты. Напомню, что для входа в раздел сообщений вам необходимо выделить пункт My eBay, после чего щелкнуть по кнопке Messages. Также если ваше предложение будет принято, то в личном кабинете появится возможность оплатить товар. Для примера я сделал ставку 1$ на 3$ MP3 плеер. Конечно ее не примут, но в том случае, если бы продавец согласился на мою цену, то здесь бы у нас появилась кнопка Pay Now, при помощи которой можно оплатить товар. Также стоит помнить, что когда вы предлагаете свою цену, в нее не включена доставка, то есть это цена на сам товар. И последнее, о чем стоит упомянуть, это об отмене предложения. Если вы все-таки сделали ошибочное предложение и хотите его отменить, то вы можете сделать так называемый ретракт. Для этого необходимо зайти на данную страничку, ссылку на нее вы найдете в меню видеокурса. Здесь необходимо изучить правила по отмене предложений, после чего ввести номер товара. Если вкратце, то ставку можно отменять в том случае, если вы ввели ее неправильно. Например, вы хотели ввести 9$ 50 центов, а ввели 99$ 95 центов. Вторая причина – продавец изменил описание товара. И третья причина – вы не можете связаться с продавцом. А номер лота можно найти на его странице. Он отображается в самом начале описания. Вы указываете данный номер. На следующем этапе выбираете причину отмены, после чего отменяете свое предложение. Но я крайне не советую злоупотреблять данные функции, так как все данные записываются, и со временем у администрации могут возникнуть вопросы к вам. Вот собственно и все, что следует знать о функции Make Offer. Используйте ее, и вы сможете покупать товары еще дешевле, чем раньше. Кстати, чуть не забыл. Если вы предлагаете продавцу свою цену, то у него три варианта. Либо отказаться, либо согласиться, либо выдвинуть встречное предложение. То есть он может предложить ту цену, по которой готов вам отдать товар. При этом вы получите вот такое сообщение. С заголовок вы получили встречное предложение от продавца, и цена, которую он предлагает. Обычная цена 2.99, а он предлагает купить этот плеер за 2.93. У вас есть 48 часов на принятие данной цены. Если она вас устраивает, то нажимаем на кнопку Review and Respond. После чего щелкаем по кнопке Review Offer. Здесь мы можем принять новую цену и оплатить товар, либо отклонить предложение продавца. Как связаться с продавцом? В том случае, если мы изучили описание нужного нам лота вдоль и поперек, изучили условия доставки и возврата товара, но все равно не нашли ответ на интересующий нас вопрос, у нас остается только один вариант. Связаться с продавцом. То есть написать ему письмо. Еще раз повторюсь, прежде чем писать продавцу, хорошенько изучите описание товара. Как правило, в описании указано 90% всех вопросов, которые могут возникнуть при изучении данного лота. Допустим, там нет ответа на интересующий нас вопрос, и мы хотели бы написать напрямую продавцу. В качестве примера рассмотрим данный лот. Мне нужно заказать заднюю панель для iPhone 4. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что это оригинальная запчасть. Хотя тут и гадать нечего. 100% это не оригинальная запчасть, а подделка китайских мастеров. Это можно понять уже по внешнему виду. У оригинальной крышки совсем другой дизайн. А в данном случае крышка сделана как у iPhone 5. Об этом и написано в заголовке к данному лоту. То есть крышка для iPhone 4 в стиле iPhone 5. Я взял весьма очевидный пример неоригинальной запчасти. Но действительно бывают такие ситуации, когда отличить оригинал от подделки очень и очень сложно. В данном случае в описании к данному лоту я не нашел ни подтверждения, ни опровержения того, что это подделка или оригинал. Про это здесь не написано ни слова. Давайте и задарим этот вопрос продавцу. Оригинальная эта вещь или нет? Для того, чтобы написать письмо продавцу, прокручиваем все описание. После чего находим маленькую кнопочку Ask a Question. И щелкаем по ней. Затем мы попадаем на страничку, где рассмотрены наиболее часто задаваемые вопросы. В данном списке мы легко можем найти ответ на интересующий нас вопрос. Давайте переведем данную страничку. Выбираем необходимую тему. Нас интересует подробная информация о товаре. Теперь смотрим появившийся вопрос. Человек спрашивает, каково состояние данного товара. Ему ответили, что товар абсолютно новый. Как мы видим, вопрос об оригинальности данной запчасти здесь не поднимался. Поэтому на вопрос, получили ли мы ответ, нажимаем на кнопку Нет и щелкаем по пункту Продолжить. На следующем этапе нам необходимо ввести текст сообщения. Естественно, все письма необходимо писать на английском языке. Если вы хорошо владеете английским языком, то можете составить сообщения сами. Если же нет, переходим в онлайн-переводчик и составляем свое письмо. В моем случае все уже заготовлено. Давайте рассмотрим текст данного письма. Сначала идет приветствие. Затем мы пишем, что хотели бы заказать такой-то товар. Затем желательно указать номер товара. Его можно найти либо на странице с сообщением, либо на странице с самим лотом. Он отображается прямо перед началом описания. В принципе, указывать данный номер не обязательно, так как в вашем сообщении автоматически будет поставляться ссылка на нужный вам товар. Однако я на всякий случай присылаю еще и номер товара. Вернемся к нашему сообщению. После номера товара я спрашиваю, это оригинальная крышка Apple или подделка? Как вы видите, ничего сверхъестественного в подобных письмах нет. Обычная переписка между двумя людьми. Однако при составлении писем продавцу всегда старайтесь писать максимально просто и понятно. Старайтесь не употреблять за умных словечек, пишите все максимально доступным языком. Вполне вероятно, что продавец, которому вы пишете, и сам не владеет английским языком. И переведет ваше сообщение точно так же через онлайн-переводчик. В этом случае смысл сообщения может несколько исказиться, и он просто не поймет, что вы от него хотите. Что ж, здесь все понятно. Копируем данное сообщение. И вставляем его в форму для отправки. Также можем поставить галочку, чтобы копия данного сообщения отправилась на наш e-mail. Вводим числа с картинки. И нажимаем на кнопку Send. Мы видим, что сообщение было успешно отправлено, и в течение двух рабочих дней нам ответят. Сообщение придет в соответствующий раздел в нашем личном кабинете. А также сразу же после того, как нам на него ответят, уведомление придет на наш e-mail адрес. Поэтому мы его точно не пропустим. В данном видеоуроке мы научимся составлять списки с понравившимися лотами. Так называемые watch-листы. В них вы можете сохранять те товары, которые вам понравились, но вы пока не готовы их купить. Также в данном видеоуроке я расскажу о том, как сравнивать товары между собой. Что ж, давайте приступать. Заходим на сайт ebay.com и входим в систему, используя свои данные. Теперь смоделируем ситуацию. Найдем несколько любых товаров и добавим их в watch-лист. Я уже заготовил пару лотов для данного видеоурока. Для того, чтобы добавить данные лот в watch-лист, нажимаем на маленькую кнопочку, располагающуюся под кнопками заказа. Мы видим, что лот был успешно добавлен в наш watch-лист. Не бойтесь добавлять товары в данный список. Вас никто не заставит их покупать. Вы просто смотрите. Откроем следующий лот и также добавим его в watch-лист. Теперь перейдем в наш личный кабинет, используя кнопку my ebay. Мы видим, что здесь у нас появилось два лота в нашем watch-листе. Все доступные списки отображаются в меню слева. В нашем случае есть только watch-лист и wish-лист. О последнем мы поговорим чуточку позже. Что ж, вот наши наушники, которые мы добавили в watch-лист. Теперь ссылки на эти лоты сохранены в нашем watch-листе, и мы можем вернуться к ним в любое нужное время. Теперь давайте рассмотрим процедуру сравнения товаров. Все товары, которые находятся в watch-листе, можно сравнивать между собой. Это, кстати говоря, относится не только к watch-листу, но и ко всем остальным. Как происходит сравнение? Мы выбираем нужные лоты, после чего нажимаем на кнопку compare. Перед нами появляется таблица сравнения. Здесь указаны все данные о наших лотах. Данные о цене, доставке, продавце и так далее. Вы можете наглядно сравнить все эти данные и принять решение о покупке того или иного лота. Теперь вернемся в наш личный кабинет и поговорим о создании новых листов. Список watch-лист создается автоматически, но никто не запрещает создавать вам новые списки в личном кабинете. Лично я создаю отдельные листы для каждой категории товаров. Например, мы можем создать отдельные списки для электроники, одежды, спортивных товаров и так далее. Создание списков происходит здесь же. Для этого нам необходимо нажать на кнопку create new list. После чего ввести название листа. Например, музыка. Мы видим, что в нашем кабинете появился дополнительный лист под названием music. Давайте попробуем добавить в него наши наушники. Для этого переходим на страницу с лотом и открываем меню у кнопки add to list. После чего выбираем наш список. Add to music. Теперь проверяем наш лист. И видим, что здесь оказались наши наушники. При желании вы можете поделиться своим списком с друзьями, отправив ссылку на него через email или Facebook. Для удаления листа нажимаем на кнопку edit. После чего выбираем последний пункт. И подтверждаем свой выбор. Последнее, о чем хотелось бы рассказать в данном видеороке, это о списке желаний. Так называемый wish list. От обычных списков он отличается только лишь тем, что его можно открыть для всех пользователей. И каждый сможет увидеть список ваших желаний. То есть список тех товаров, которые вы хотели бы приобрести. Добавление товара в данный список происходит стандартным образом. Выбираем пункт add to list. После чего выбираем список желаний. Wish list. После этого товар добавляется в список наших желаний. Вы можете сделать данный список приватным, и тогда его никто не увидит. А также вы можете поделиться своим списком желаний, отправив ссылку на него через Facebook или email. В данном видеороке мы будем сравнивать те цены, которые представлены на eBay, с теми ценами, которые установлены в наших местных магазинах. Это необходимо делать обязательно перед каждой покупкой на ebay.com. Бывают такие товары, цена на которые практически идентична ценам вашего города. Это особенно актуально для больших городов вроде Москвы и Питера. Я подготовил для вас несколько примеров, которые наглядно покажут, что покупать выгодно, а что нет. Что ж, поехали. Первый лот, который мы будем сравнивать с московскими ценами, это игровая приставка Sony PlayStation Vita. Ее цена 260 долларов, плюс почти 50 долларов доставка до России. При пересчете на рубли конечная стоимость будет около 9600 с копейками. Запоминаем эту цифру и переходим по адресу market.yandex.ru Ищем эту приставку через поиск и видим перед собой пример на следующую картину. Кстати, перед началом поиска не забудьте выбрать свой регион. Мы видим, что приставка Sony PlayStation Vita с модулем 3G и Wi-Fi в среднем в Москве стоит около 14 тысяч рублей. Если поднапрячься и найти какой-нибудь подвальный интернет-магазин, то можно приобрести приставку за 9600. Точно такую же цифру мы получили и на ebay.com. Соответственно, в данном случае особого смысла заказывать приставку из-за рубежа нет. Проще купить ее в Москве без ожидания. Если вы живете в менее крупном городе, то цена на данную приставку будет наверняка гораздо выше. Все дело в том, что в Москве очень много интернет-магазинов и, как следствие, очень высокая конкуренция. Поэтому цены тают буквально на глазах. Однако, естественно, 9600 это не официальная цена. Это цена консоли на сером рынке. То есть, по сути дела, это такие же перекупщики, которые везут свои товары из-за рубежа. А потом продают их здесь ниже официальной стоимости. Но повторюсь еще раз, что в данном случае мы рассматриваем московские цены. Я пробовал сменить регион на Екатеринбург и запросить ту же самую консоль. Минимальная цена составляла уже 14000, что по сравнению с ценой на eBay уже более привлекательно. Что ж, перейдем к следующему примеру, который более наглядно покажет вам разницу в цене. Речь идет о микрофоне Аудиотехника. Мы видим, что цена данного лота на eBay составляет 300 долларов, включая доставку. При пересчете на российские рубли это чуть больше 9000. Теперь зайдем на уже знакомый нам сервис Яндекс.Маркет и посмотрим, какова цена данного микрофона там. Отсортировав товары по цене, мы видим, что минимальная стоимость это 14500 рублей. При этом, если мы перейдем на сайт данного интернет-магазина, то увидим, что данного микрофона нет в наличии. А это означает, что минимальная цена, по которой мы сейчас можем заказать данный микрофон, это 20000 рублей. Если спускаться еще ниже, то цена будет только увеличиваться. 23, 24 и так далее. Напомню, что цена данного микрофона на eBay с учетом доставки составляет всего 300 долларов США, или 9000 рублей. Что ж, идем дальше. Следующее, что мы рассмотрим, это свеженький смартфон от компании Apple. Речь идет об iPhone 5. На момент записи данного видеокурса, официально в России данный телефон еще не стартовал. Однако, в Москве полно перекупщиков, которые продают iPhone 5 по 40, 50 и даже 70 тысяч рублей. Естественно, с кодом времени данная цена будет уменьшаться и уменьшаться. Однако, на старте продаж этот телефон продают втридрога. В данном случае, цена вместе с доставкой составляет 1300 долларов, что в пересчете на рублей чуть больше 40 тысяч. Если мы перейдем в Яндекс.Маркет, то увидим, что средняя цена в Москве это 52 тысяч рублей. Что почти на 12 тысяч больше, чем на eBay. Минимальная цена, которую можно найти в Москве на данный телефон, это 48 тысяч. Что также гораздо дороже, чем на eBay. Естественно, цена так высока, потому что это новинка. Перекупщики пользуются этим. После того, как рынок присытится, естественно, цена будет более адекватной. Однако, это яркий пример того, как вы можете хорошенько сэкономить на заказе новеньких девайсов. Теперь перейдем о технике к украшениям. Следующий лот, это подвеска в виде совы. Как вы видите, цена на нее всего 1 доллар. И бесплатная доставка. Теперь посмотрим, сколько точно такая же подвеска стоит в Москве. 340 рублей. При том, что в Яндекс.Маркете я вообще не нашел такой подвески. Как вы видите, когда речь идет о различных аксессуарах, безделушках и так далее, цена различается в несколько раз. Если на eBay это украшение стоит 30 рублей, то здесь оно стоит 340. И последний пример, который я хотел бы привести, это поп-фильтр для микрофона. Точно такой же фильтр стоит и на моем микрофоне. Цена на него чуть меньше 10 долларов, плюс бесплатная доставка. То есть это около 300 рублей. Переходим в Яндекс.Маркет. И видим, что здесь минимальная цена это 800 рублей. Плюс очень плохая репутация магазина, в котором я бы лично ничего покупать не стал. Соответственно, минимальная цена в приличном магазине составляет чуть больше 900 рублей. Что в 3 раза больше, нежели на eBay. При этом вы видите, что фильтр и крепление полностью идентичны. Что ж, как вы видите, цены на eBay, как правило, ниже, однако бывают и исключения. Поэтому перед каждой своей покупкой заходите на market.yandex.ru, выбирайте регион и проверяйте, сколько стоит тот же самый товар в ваших местных магазинах. Это предостережет вас от лишних трат. Что ж, а на этом урок подходит к концу. Благодарю за внимание. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok